Почему среди чеченцев так много предателей? Почему в других регионах нет столько предателей? Есть, но мало. Это вопрос странный, но требующий ответа. Никак не хочу упрекнуть чеченцев в мои братья. Дорогой наш брат Илон Маск-2, я не знаю, где ты взял такую статистику, социологию, что в Чечне больше предателей. Мне не хотелось бы тебя огорчать, конечно, но у нас другие оценки этого, и наши оценки, наверное, будут более объективными. Но на самом деле мало, чем наши регионы друг от друга отличаются. По количеству штата МВД, по количеству штата Росгвардии, в зависимости от населения наших республик или любых даже других регионов России, в целом эта цифра по своему процентному соотношению к населению людей, она будет примерно одинаковой. Так что нет никакого лидерства здесь. Вот в чем у нас есть лидерство у Чечни, так это по концентрации российских военных баз и российских военнослужащих на территории республик. Ни в одной другой республике нет такого количества, такой концентрации российских войск. Вот этим, наверное, Чечня действительно отличается. И объяснить это тоже несложно. Это регион, это народ, который на протяжении долгих-долгих лет и веков постоянно восставал. Поэтому этот народ нужно держать под особым наблюдением, под постоянным колпаком, под постоянными репрессиями. Поэтому здесь, да, больше, конечно, российских войсков. Томсо, на какой резине лучше уехать со страны? Зимний или летний, говорит. Последние новости с российских границ показывают нам, указывают нам на то, что лучше уезжать на самокатах или на велосипедах. И не важно, какая там резина. Лучше свои машины куда-нибудь, либо, я не знаю, их сбагрите, либо их законсервируете где-нибудь. Садитесь на велосипеды, электросамокаты и пересекайте границы. Можешь, пожалуйста, сказать, как братьям стать беженцами? Куда-то надо обратиться или заехать в страну ЕС. Или заехать в страну ЕС надо. Многие братья в Турции хотят оттуда уехать в Европу. Баракаллахи. Алейкум ассалям. Те, кто находятся в Турции, они на территории Турции, ну, они могут, конечно, пойти в любое посольство запросить, но процентов 99,9% им даже их не будут рассматривать. То есть, там никто им даже отказывать не будет. Что касается, находясь на территории России, то сейчас некоторые страны заявили о том, что они будут предоставлять убежище, выдавать какие-то там гуманитарные визы для тех людей, которые хотят избежать мобилизации. По-моему, США это заявили. Но работает ли в России в таком режиме посольство США, не знаю. Возможно, это будет работать только если выехать с территории. Но может быть и будет, я не знаю. В общем, это там на месте нужно как-то выяснять. Но некоторые страны, по крайней мере, заявили, что они будут рассматривать такие просьбы. А так вообще, в идеале, вы должны оказаться на территории какой-то страны. Как правило, это страны Европейского Союза или же Шенгенской зоны. То есть, даже те страны, которые не входят в Европейский Союз, но входят в Шенгенскую зону. А также это страны, которые, в принципе, ни в Шенгене, ни в Европейском Союзе не состоят, но являются такими правовыми, так скажем, как Грузия, например, где можно запрашивать убежище. Но вам нужно либо оказаться на территории этой страны, легально, нелегально, неважно, как вы оказались. Либо вы должны приехать на границу КПП, то есть пограничный пункт этой страны, и там подать заявление. Когда вы подаете заявление на пограничном пункте, шансов, что оно будет принято, рассмотрено. Вас не развернут, их, конечно, меньше, чем когда вы оказались на территории самой страны. То есть, когда вы приходите на пограничный пункт, то вас, как правило, разворачивают. То есть, от вас не принимают, либо принимают, на месте прям отказывают, говорят, что не верят. И у пограничной службы есть вот такие вот. Точнее, по факту они, конечно, не должны были так делать, но они, к сожалению, делают. Примером тому Польша, которая разворачивала на протяжении долгих-долгих лет. Разворачивала всех, кто там приезжал. Некоторых пропускали, но в основном всех разворачивали. Люди там делали полпятьдесят попыток. В общем, здесь шансов меньше. Конечно, когда вы оказываетесь на территории страны, то здесь уже вас сразу никто не высылает. Вас в любом случае рассматривают. Но, находясь на территории России, конечно, шансов меньше. Что какие-то посольства рассмотрят ваше прошение, и вы будете оттуда как-то вызволены. Теперь, что касается каких-то ближайших стран России, типа Казахстана, Узбекистан, Киргизия и так далее. Там запрашивать какие-то убежища смысла нет. Это не такого правового статуса, наверное, страны. Но там можно просто переждать. То есть, можно просто по поводу этой... Как турист туда приехать, там виз никаких не надо. Просто приехать и как-то легализоваться на какое-то время. И, в общем, как-то переждать. А также была информация, что Монголия готова принимать россиян, пытающихся избежать мобилизации. И готова им даже какие-то там временные виды на жительство предоставлять. Поэтому тоже как вариант можно использовать. Я, кстати, это, конечно, вызывает улыбку, но я бы не снимал эту возможность со счетов. Потому что вы можете, по крайней мере, вы можете безопасно какое-то время переждать. Вы можете, находясь там, уже планировать оттуда переезд куда-то. То есть, у вас появляется более-менее свободное такое время. Безопасное, точнее, время. Когда вы не переживаете, что к вам сейчас постучит участковый с военкомом и вручит вам повестку. То есть, вот эта все-таки, вот эта безопасность, которую вы имеете, она многого стоит. Я знаю это по себе. Так как я какое-то время провел в Грузии. И, честно говоря, Грузия для меня не была таким перевалочным пунктом. Я того, если бы Грузия предоставила мне убежище, я бы остался в Грузии. Но получилось так, что они мне не предоставили. И это такой переходный этап получился. Годы 8 месяцев я провел в Грузии. И вот это очень важно, что ты, даже находясь в Грузии, когда на мне не было какой-то угрозы депортации. Это давало мне возможность спокойно планировать какие-то свои дальнейшие действия. Не переживая за то, что сейчас ко мне ворвутся, меня куда-то заберут. Это очень важно. Вот это вот спокойствие, которое дает тебе сосредоточиться на каких-то планах, мыслях. Это дорогого стоит. Тумсо, вы, чеченцы, между собой обсуждаете будущее государственное устройство в Чечении. Или у вас консенсус о том, что государство будет на основе шариата или что-то в этом роде. Не, у нас нет никакого консенсуса. Вы себе не представляете, насколько многогранно наше общество и насколько внутри чеченского общества существует политическое противостояние, споры, дебаты. И в этом плане мы, наверное, мы уже как-то, хотя нет, не буду делать каких-то заключений по этому поводу. Просто скажу, что да, у нас друг с другом очень много споров. Но в чем мы все едины, это в том, что у нас должно быть независимое государство, свободное, что оккупационные войска должны уйти. То есть в этом вопросе у нас абсолютный консенсус. Вот в этом чеченском, чеченском, не российском, среди чеченцев, которые не являются россиянами. Мы сейчас не говорим про Кадырова, мы их не считаем частью чеченского общества. Это часть российского общества. То есть это россияне, это люди, которые не просто хотят, а даже борются, устанавливают у нас российскую власть, российский закон, российскую конституцию. То есть этих людей мы не считаем частью своего общества. А вот наше общество, в этом обществе внутри у нас очень много серьезных политических каких-то споров, трений. Но мы все едины в том, что однозначно республика должна быть свободной, независимой, и мы должны деоккупироваться. Чечня будет слишком маленькая страна. Согласен, Тумсо, было бы хорошо сделать, как в НАТО. Кавказ, типа кавказский, будет один президент, мусульманин, как Россия. Кавказ, страна, было бы хорошо. Чечня будет слишком маленькой страной? Нет, не согласен. В мире есть меньше страны, чем Чечня. И по территории, и по населению. Лучше сделать так, ну, это смотря у кого спросить. По мне нет. По мне лучше сделать независимые государства и объединить их в единый союз. Сделать какое-то наподобие Европейского союза правительство общее, типа, как здесь есть Еврокомиссия, есть Евросовет, Совет Европы. Сделать что-то подобное. Но чтобы страны были независимыми, суверенными. Чечня, Дагестан, Ингушетия, Осетия, Кабардино, Балкария, Карачаево, Черкесия, Адыгея. Или если там хотят еще больше, какие-то республики, допустим, хотят разделиться. Скажем, Балкария отдельно, Кабардино отдельно. Я не вижу проблем. Если какие-то дагестанские республики хотят также быть отдельными, я не вижу проблем. Если наоборот, Балкария с Карачаем, допустим, хотят объединиться, сделать одну республику, Так как там, ну это практически один народ, один язык, одна культура, одни, наверное, хотя не буду рассуждать по поводу этого, но язык один однозначно. То же самое, допустим, кабардинцы, черкесы, адыги, тоже практически один народ. Если, например, они хотят сделать единую республику, объединиться, тоже не вижу проблем. Я считаю, что мы должны к этому подходить вообще как-то легко, и не пытаться вот эти регионы, знаете, сохранить. Эти регионы, вот эти республики сегодняшние, их нам нарисовали советы. Вот Кабардино-Балкария, допустим, это что, мы что ли это выбрали? Это мы такую республику создали? Это кабардинцы с балкарцами когда-то объединились и сказали, давайте у нас будет. Ну нет, конечно. Это же сделали для них. И почему мы сегодня должны за это зацепиться? Нет, это вот, какой развал? Если они захотят как-то иначе это все перекроить, никаких проблем. Главное, чтобы это все было безскровно, по-братски, в рамках переговорного процесса, вообще не вижу никаких проблем. Продолжение следует...